На трамвайных остановках нет платформ. То есть для инвалидов, ну и это не только на трамвайных остановках, даже на автобусных остановках, где это могло бы быть. Учитывая, что комплекс вопросов, надо смотреть. Очевидно, что вы не можете, на некоторые вы, не можете завтра пообещать на всех трамвайных платформах, там, платформы, точнее, у трамваев. Но если есть программа развития нашего рельсового транспорта, то мы должны все остальное, что создаем, покупаем низкопольные, там, где еще работают другие, ищем решения, которые позволяют более комфортно там себя чувствовать. Я прошу вас, учитывая, что предложений немало, посмотрите, заместитель пусть пообщается с Владимиром Александровичем, ну и дальше просто находите возможность контакта. Я же увидел, с чего начали разговор. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня идем осматривать доступную среду вместе с представителем ДИСОТИ, Олегом Андреем из Департамента транспорта и Екатериной администрации Кировского района. После встречи Владимира Солонченко с губернатором, губернатор поручил исследовать этот вопрос, то есть узнать у инвалидов, что нужно, исправить, как сделать доступную среду, как делать остановки удобнее, автобусные, трамвайные. И вот мы находимся на самой неудобной остановке, которая только может быть, это остановка ЦГБ на Ворошиловском. Хотите что-нибудь сказать? Давайте посмотрим, во-первых, у нас вопрос адаптации, давайте посмотрим предложения от маломобильных групп населения, что мы можем, чтобы мы понимали, как коммуникативные связи между собой устроить, что хотят маломобильные группы населения от остановок, и что мы можем сделать в рамках ГОСТов, чтобы наши работы проводимые не противоречили схеме организации дорожного движения, нормативным документам, чтобы это было удобно как для маломобильных групп населения, но также и для представителей дорожного движения, чтобы это не создавало помех автобусам, автомобилям и так далее. А мы можем внести изменения в схему организации дорожного движения. Но это, к сожалению, занимается департаментом, именно схема организации дорожного движения. Именно попросить отодвинуть парковку, например. Да, это департамент, но я же говорю, мы для этого и выехали, мы с ними, мы подведомственная, грубо говоря, так назовем, организация под департаментом, поэтому нам нужно сейчас установить связь между друг другом, понять, что хотите вы, что можем мы, как мы можем помочь маломобильным группам населения на данный момент, и в рамках чего мы будем это делать. Поэтому хотелось бы услышать ваши предложения конкретно, что по автобусным остановкам не так, потому что пока что понимания у меня отсутствуют. У меня лично есть такое ощущение, что есть очень много разных остановок и очень много разных проблем на остановках. И есть группы остановок, есть группы проблем, которые бы я хотел решить со своей стороны. Но самое главное, многие не соответствуют даже ГОСТу, поэтому то, что вы здесь пришли, очень хорошо. Давайте, да, посмотрим. На этой остановке вот такой двойной бурдюр, он не должен быть. А вот теперь о двойном бурдюре. Я вот хотел обратить внимание сразу, что вот весь этот участок вот... От Текучева до Парфоломеева. Он неправильно сделан, непобуден. А вот, кстати, водитель встал в полутора метрах. Его это не касается, то есть он не встал близко. Тут высота тротуара какая? Вот давайте замерим. Ну, у меня рулетки, к сожалению, с собой нет. Здесь 20 сантиметров или больше? Ну, на счет больше, наверное, 15 сантиметров должна быть фаска этого бордюрного камня. И здесь вот идет отметка. Но тут силу чего это сделано? Тут был... Дорога должна обрамляться бордюром. И, видимо, там по каким-то моментам именно благоустройства был поставлен поревренный. Смотрите. Но это осмечено уже все. Эту остановку мы выходили не один раз и с министром, с министерством труда, с представителями. Мы выходили, я это видел лично, я это осметил. Все это есть. У нас подготовлено на ряд заданий. Средства запрошены у нас на Думе. И неоднократно. Мы уже запрашивали. То есть у нас ведется мониторинг. Ну и сами вы знаете. У нас с вами ведется плотное контактирование с Владимиром Александровичем. Я вас хочу. Скажите, пожалуйста, можем ли мы как-то убрать, вообще запретить эту парковку? Вот это я вам не подскажу, потому что я не занимаюсь. Мы, именно наше учреждение занимается именно производством работ. То есть именно разработка схем организации дорожного движения – это департамент. Просто смотрите. Вот это нарушение, оно есть уже. То есть он встал до автобусной остановки ближе, чем за 15 метров. То есть он нарушитель. Но там дальше есть карман, и в кармане Том разрешено стоять. И когда этот карман заполнился, они уже становятся где угодно. И карман маленький. И ей просто вообще запретить стоять. Может быть для инвалидов оставить стоять. Ну смотрите, тут ситуация в том, что там-то и есть знак запрета остановки. То есть тут идет именно на благоразумие и совесть водителя. Вот опять, опять не встал. Два метра. Ну вот накажем мы его? Как мы его накажем? Почему вы не подъезжаете? Почему вы не подъезжаете? Вот это ГИБДД должен делать. Вот мне ответил Ермашов по телевидению. Он по телевидению давал репортаж в Дон Тея. Говорил. ГИБДД должны наказывать. Ну вот тут дело в том, что да, есть определенные, да, у нас разделы компетенции. Что в чё входит. Мы не можем, к сожалению, штрафовать там автобусы или водителей. Вот получается схема есть. А то, что у нас водители нарушают эту схему, это же не значит, что власти бездействуют. Это значит, что человек, который паркуется, он умышленно идет на то, что мобильным группам населения будет неудобно поставить там транспорт, не сможет подъехать. Смотрите, вот у нас вот эта полоса, вот эта отсюда до этого, сколько метров она? Вот если отсюда до вот этой пунктирной? Минимум 5 метров. 5 метров, а чё так много? А можно ли взять и вот просто на полтора метра вот здесь сделать платформу? Нет, не остановочную площадку, в сторону дороги. Смотрите, вот вы хотите увеличить, да, группа? Да, увеличить, сделать остановочный выступ. Смотрите, вот тогда вы сами видите, а то у нас же нужно же... И он будет ехать прямо, он не будет маневрировать, он будет остановиться и подкрывать. А в том-то и дело, что тогда вы видите, вот он остановился, и он не создает препятствия ни одной из полос. А он, смотрите, как стал. Он 5 метров, а сам он ширины 2,5 метра. Оставьте ему 3,5 метра и выдвините тротуар. В этом месте конкретно. И тогда машины припаркованные не будут мешать. Для этого надо еще нанести будет разметку, ну пунктирную, там же как там, вот отодвинуть ее пунктирную разметку. Ну, что это как бы одна линия, да? Давайте рассмотрим такой вариант, но я как бы сразу скажу, что это будет сужение проезжей части. Да, это будет сужение проезжей части в месте, где автобусная остановка. Ну, вы поймите, тут получается у нас немного такая конфликтная точка, так называемая. Парковка больницы, ну тут общепит, да, постоянно люди питаются со всего города. Автобусные остановки, маршрутное такси, и плюс еще и городской транспорт, да, частный транспорт. То есть это нужно именно с департаментом автодорогов. Я хотел бы, чтобы тут сделали выступ, это не запрещено ГОСТом, и мы тогда сможем, автобус будет становиться ровно. Надо посмотреть. Непаркованные машины ему здесь, вот эти вот, не будут мешать. Это же ежедневно происходит, здесь гаишника не поставишь. Мы посмотрим, мы рассмотрим обязательно этот вариант, мы не исключаем. Мы с департаментом отработаем. Мы замерим это дело, давайте таким путем пойдем. Мы замерим, потому что я замерял чисто вот, грубо говоря, вот эту штробу. Ну да, тут надо, тут оно должно быть в уровне, оно должно быть все удобно. Тут и старый бордюрный камень, я это все замерил. Это называется антикарман, я писал в Росдорнии, это не запрещено делать. И они просто не написали, что такое антикарман в ГОСТе, но там написано, что не запрещено. Вот муниципальный автобус встал, идеально, вот, вот, вот как он должен. То есть, то есть, ну он, видите, что сделал, он сделал маневр большой. И ему еще надо выехать время потратить. Ну вот он как раз на своей поле, видите, зачем это сделано. Вот вы сейчас увеличите, он туда и выехал. А он должен ехать прямо без этих. То есть, если вы здесь делаете, вы... Смотрите, 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 там парковка. Вот еще один нарушитель. Но это нарушители, мы не несем за них ответственность. Да как же вы несете? Вы проектируете инфраструктуру так, что даже если кто-то нарушил, не должно создаваться препятствие. Вот если... Нет, 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 вы не правы. Потому что если человек нарушил, уже создается препятствие. Заведомо все сделано так, чтобы человек не нарушал и не создавал препятствие. Если человек нарушает схему ОДД, вот, пожалуйста, он создает препятствие. Ну вот как человек может вот это нарушил и не создать препятствие? Нарушение, кстати. Ну как не нарушение? Это кратковременная остановка, не создающая помех общественного транспорта. То есть, на остановке можно остановиться на секундочку. Высадил пассажира и уехал. А вот это вот, который стоит, он никого не высаживает, он просто стоит. Во всяком случае, а если бы тут был общественный транспорт? То есть, он создавал помеху, понимаете? Ну, он бы где-нибудь в другом месте встал. Ну вот. Я говорю о том, что если вы спроектируете выступ, здесь будет автобусу легче становиться. И вот это вот все, что вот здесь стоит в два ряда, ну, особенно по вечерам, там, кушать приезжают, вот. Оно мешать не будет, по крайней мере, автобусу здесь. И автобус будет подъезжать к краю. Мы должны что сделать? Обеспечить подъезд к краю остановочной площадки. Вот что важно. Это как раз таки в том, что обеспечен подъезд. Автобус заезжает и выруливает отсюда. Мы рассмотрим этот вариант. Рассмотрите. Мы рассмотрим, мы сейчас вместо с департаментом автодорог. Я вам даже нарисую. Да, мне надо рисовать не надо, у нас есть органы. Да, например, с Москвы, когда закрывали линию метрополитена и пускали компенсационный автобус. Там с помощью деревянных настилов, делали для автобусов, закрывали карманы. И делали такие деревянные настилы на время закрытия метро. Временные такие. Для того, чтобы автобус не делал лишний маневр. Да, мы ускоряем автобусы. Ну, я же говорю, мы рассмотрим это и совместно с департаментом автодорог. То есть, департаментом тран, нам нужно поймать и рассмотреть. То есть, первое что, как вы правильно говорите, и так называемое проектирование. То есть, мы нанесли это все на схему ОДД, посмотрели пропускную способность, трафик движения, департамент рассмотрел. Если департамент сочет, что это целесообразно, то никаких проблем для нас нету. Это все нормативно, это все согласно ГОСТам и так далее. И мы можем это сделать. Это по этому моменту. Выбрать одно место, ну, например, эту остановку. И сделать круглый проект, вот так же из деревянных настилов. Временно вот этот эксперимент посмотреть, как это будет выглядеть. И смотреть, как это повлияет на все. Давайте рассмотрим такой вариант. Если как бы вышестоящие рассмотрят и сочтут целесообразным, почему нет, мы всегда за. И еще вот, покажу пример из Италии. Сделан там уже хороший антикарман. Здесь видно, что он немного наклонен по вертикали, чтобы водитель мог вплотную прижаться, именно прижаться колесом и не повредить колесный диск. Здесь немного видно этот наклон. И таким образом он не диск не повредит, а в лапе, а в подножке автобусной. Ну, рассмотрим. И не понадобится даже пандус, потому что при этом будет минимальный зазор между кузовом и тротуаром. Главное, высоту, надо считать такую, чтобы она была ровная, как высота пола в автобусе. Поэтому предлагаю пройтись, куда вы предлагали. Я предлагаю пандусы посмотреть на Вархоломеева. Пойдемте, посмотрим. И на той стороне Вархоломеева тоже посмотреть. Я совсем забыл сказать, самое главное. У нас же маршрутки отменяются в этом году. Ну, вот те, которые 49 МТ, 99 МТ. А предыдущие там в 18-м году отменились. И вот ради маршруток вот эта ширина дороги имела смысл какой-то, чтобы они сюда заезжали и не мешали движению других маршруток. То есть, вот эти карманы, вот все, вот это вот, расширения всевозможные. Только ради маршруток. Для автобусов это бессмысленно, как мне кажется. Ну, пойдемте, я же говорю, рассмотрим это. У нас там по вот этим пандусам, я вам сразу скажу. У нас, нам спасибо Владимиру Александровичу, что он поговорил с губернатором. Нам выделили на мне очередной думе средства на эти пандусы. Вот эти пандусы, конкретно здесь, включены у меня в наряд задания. Я выдал людям, чтобы они их привели в нормальное состояние. У нас есть те условия. То есть, сейчас, да? Да, но смысл в том, у нас были средства разбиты на два лота. Ну, специально, чтобы была конкурентная способность, чтобы человек не забрал 1-13 миллионов. А все было правильно с точки зрения конкурентной борьбы, законодательства и так далее. Просто смысл в том, что организация, которая забрала, она полностью недееспособная вообще. Они выиграли контракт и не могут его выполнить? Они сделали у меня 60 пандусов на сегодня. С 30-го, считайте, апреля почти. Нет, с 6-го мая у них заключен контракт. 6-го мая они 30-го акцион был. Там личные деньги, там нормальные деньги. Да это мало на самом деле. Я видел смету, мне показалось, что 60 тысяч на пандус это как-то даже хватит. У нас ваших адресов только в районе 400. Очень крутой пандус. Эти все, смотрите, по вот этим адресам, вон крутой, вот там нормативный, вон там нормативный, вон опять, там вообще коляска ваша даже не проедет. У меня эти пандусы включены в наряд заданий, они есть. Мы выходили сюда именно с Минтруда. Они у нас есть все здесь. Снова в силу подрядчику вот прямо было, я не знаю сколько с ним, и письменных, грубо говоря, да, претензионные работы проведено писем, и устные работы, сколько приведено с ним. А там по контракту предоплата какая-то была? Нет, у нас никогда нет анонсирования. Ну, то есть подрядчик должен был за счет своих средств сделать, а вы бы ему потом заплатили все работы. Мы ему оплачиваем, мы ему оплачиваем работу, которую он сделал, а потом он что-то бах-бах и остановился и сдулся. Почему, как бы, для нас для всех загадка. Ну, главное, чтобы не убежал. Хотя, как он убежит, он без денег. Расторгнемся мы с ним, переиграем, дадим новому подрядчику. Вот смотрите, первое сразу же препятствие у нас есть, ливневая канала, большая. И даже без крышки. Я надеюсь, она у вас есть там в плане. Смотрите, нам выделили всего, вы сами знаете, 13,5-13,800. Да, вы там разыграли, я видел. Да, но там у нас не было решеток. Сейчас у нас уже на второй дубе мы запрашиваем деньги на ремонт участка тротуара. И там именно у меня включены эти ливневки с устройством лотка. Понятно. Смотрите, здесь та же самая история, что на той остановке слишком высокий тротуар. И тут надо еще обеспечить спуск к остановочной площадке. И что-то мне подсказывает, что здесь тоже можно сделать выступ остановочный. И на него выход сделать. Там понятно, что нужно сделать, чтобы вода протекала, то есть должна быть канава. Ну, это ясно. Да, давайте рассмотрим. Вот этот момент конкретно у меня тоже включен. Я, в принципе, выходил с мяча. Тут единственный минус, что так как тут верхний отметок... Очень сложно по высоте. Тут тяжело, да, тут работы достаточно... Или занижать тротуар целиком, что тоже сложно. Это, вы представьте, занижать тротуар тогда, а как же цокали этого здания? То есть вам же, как по мобильным группам, с заниженного тротуара надо будет попасть и в магазин, да, возможно, в какой-то. То есть вот если занижать, это прям реконструкция тут. Это же департамент транспорта, между прочим. Вот он и оценивает работу. Ну, как бы, да, это есть ординация. А, хочет посмотреть, как это работает? Давайте покажем. У него должен быть ключ? Да. Ой. А почему нельзя, чтобы они были все с кольцами, чтобы можно было без водителя? Ну, я знаю, что ровно. Нет, с другой стороны. Я знаю. Нет, рабочий, почему? Рабочий, но страшненький. Вот, и мы вот из-за этой ступеньки, да, мы не сможем сесть. Надо ремонтировать. Спасибо вам большое. Тут в рамках вот, вот это вот, Вархоломеево делается в рамках у нас проекта безопасной качественной дороги, там федеральные деньги, областные. И в рамках всех улиц, уличной дорожной сети ремонта у нас предусмотрен им везде парклус. Вот просто по всем улицам. А Артемий, а кто нам бросает обращение на адрес администрации? В Аляскам, да, Солонченко. Сам Солонченко, да. То есть, вы вот хотели как-то, знаете, синхронизировать нашу общую работу? Я вам объясню, как. Ну, расскажите, я передам. Смысл в чем? То есть, я так понимаю, что у вас как-то немножко хаотично происходит? Оно происходит случайно, потому что пользователи сайта, они фотографируют самостоятельно. То есть, не сам Солонченко фотографируют, а фотографируют, ну, я иногда, но очень много фотографий делают уже... Сами жители. Жители города. Мы можем как-то взять определенные дни, назначать друг другу и выходить, и прямо брать, вот, допустим, Красноармейскую улицу. И Красноармейскую. Взяли, все прошли, пандусы, ливневки, лотки, какие-то съезды, которые тяжело пройти, как вот здесь. Я только приветствую. Взяли ее всю сразу, почему я объясню, потому что мы тогда осметим все это дело, запускаем одним лотом, подрядчик взял, и у него будет более продуктивная работа, потому что он не ездит, да, с одной точки, то туда, то сюда, то здесь, то там. Он сразу логистически взял, материал завез и быстренько сделал, потому что работа подрядчика, скорость работы подрядчика точно так же влияет на передвижение, мало ли, на крупных оси. Я с вами абсолютно согласен, то есть для подрядчика этой экономии сделать на одном участке несколько пандусов. Я абсолютно с вами согласен, я за это выступаю, очень часто об этом писал, чтобы люди не фотографировали один, одно препятствие, чтобы люди фотографировали сразу маршрут. То есть смотрите, вот смысл в чем, да, вот у нас старый водоотводной лоток, который вот создает препятствия дичьего. То есть нам вот взять, вот к примеру, да, сообща, пройтись вместе, вот весь Ворошиловский, вот прямо вот здесь, 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 и мы сразу вот... Я насчет водоотводных лотков, вот мы тогда это самое, тоже задавали вопрос, вот про эти лотки. Да, да, я понял, о чем вы говорите, потому что они без решеток. Они без решеток и они не соответствуют нормам. А то, что у банка Центринвест сделали, это вообще не выкинули хорошие и поставили вот эти. Но это старые лотки, которые когда-то, наверное, по нормам проходили, сейчас уже нет, поэтому... Они там просто решетки торчали, они хотели заменить на что-то поприличнее и заменили на это, и тоже получили хуже, чем было. Вот так у них вышло. Но это деньги банкам, мне как бы без разницы, пускай еще раз ремонтируют, если вы их попросите. Я их тоже попрошу, конечно. Просто для более продуктивной работы надо как-то сообщать. Я согласен, я согласен с вами. Я согласен с вами. Мы должны с вами иметь какой-то план, пропускай будет на год, на два, где вы скажете, что вот эту улицу мы хотим сделать, вот эту улицу мы хотим сделать, и эту улицу мы хотим сделать. Давайте выйдем и посмотрим. Я за все главные улицы города, чтобы они были доступны. То есть я знаю, что мы со всяких маленьких улиц не можем начать. Мы начнем с больших, конечно, чтобы делать их целиком. Где большой трафик людей, правильно, потому что центр, почему он всегда первоначальный, потому что сюда съезжаются люди со всех районов. Где общественный транспорт, где ты вышел с остановки и пошел куда-то, и спотыкаешься, где вот это все. Я с вами абсолютно согласен, давайте так делать, но про остальные улицы тоже нельзя забывать. А никто не будет забывать, мы с вами разобьем по районам. У нас есть улица Чехова, например, да, вот вся вот в этих, вот она тоже центральная, но там нет общественного транспорта, ничего. Сейчас у нас там делает подрядчик на Чехова 68, как раз он делает работы там. Вот. Вот именно Пушкинская Чехова, поняли? Да, Пушкинская Чехова. Вот он там делает пандусы у нас, вот прям, причем в настоящий момент. И вот такие улицы тоже нельзя бросать, я понимаю, но если мы с вами... Это важно, те, кто сейчас делают реконструкцию, следить за тем, чтобы не делали неправильно. А вот это вот и следующее, к чему я хотел бы сказать. Давайте мы сообща делаем вот это. А следующий этап, когда у нас подрядчик... А пойдемте, вот там удобнее пандус подняться. Мне идея улицы... Когда, смотрите, когда подрядчик сделал, мы приглашаем также вас, представителей маломобильных групп на себя, и они берут и прокатываются и говорят, удобно, неудобно. Если неудобно, мы замеряем какой там процент на кун, но если не соответствует, подрядчик переделывает просто на свои деньги. Я с вами согласен, что нужно делать маршруты, что надо делать, ну, и вот такие все-таки одиночные заявки. Их тоже нельзя исключать. Их не надо исключать. Это вопрос финансирования, чтобы наш город деньги давал еще. Приятно. Приятно? Приятно. ДГТУ хорошо сделали вообще здесь? Да, мы все. В следующем году, я вот вчера буквально мерил улицу Нагибина, в следующем году вся улица Нагибина будет тоже по нацпроекту БКД у нас проходить. То есть там тоже появится? Ой, вы знаете... Мы сделаем там нормальные... Мы сейчас с вами обсудим, чтобы мы до розыгрыша, да, грубо говоря, до того, как выделить деньги, мы уже знали, что мы будем делать, чтобы мы согласовали все с департаментом автодорог и департаментом транспорта. Вы знаете, я бы там менял организацию движения. Мне... Там на горизонте такая остановка нет, ребята. Напротив горизонта. Не на той стороне, а вот на этой. А, там, где стоят все время не в положенном месте. А там, да, да, там нужно ремонтить... Там нужно вообще сносить забор, и вот там, где стоят автобусы у забора, надо просто делать площадку, мне кажется, единственный выход. Там все переделать, да, вообще, жесть. То есть автобусы не хотят останавливаться в кармане, в кармане паркуются машины, люди там бегают туда-сюда, ну, в общем, самая такая дурацкая остановка получилась, потому что неправильно спроектировали... Вот это то место, где будет у нас новый пешеходный переход, я вам сразу говорю, что вот тут у нас осмечено, и там тротуар у нас расширен. Единственная сложность, почему он узкий, потому что там территория от Межуона Динамо. Но мы посмотрели по красным линиям, и мы на нее не заступаем. То есть вот этому же подрядчику, который не может выбрать работу, оно уже включено, уже дано в наряд в дании. То есть он должен делать пандус или расширить вот эту дорожку? Он должен и пандус его тут сделать, вот там вот закрыть, чтобы людям не было, они же по привычке там могут перебегать, вот там закрыть, вот это все дело, тут убрать вот этот долг Нью-Джерси мы должны И расширить там тротуар, чтобы людям было удобно передвигаться. То есть мы не будем этот забор обтирать, мы будем ходить по тротуару? Нет, конечно. Мы вам уберем, ну как вам, всем людям, мы уберем блок, он 4 метра, по-моему. Как раз по ширине зебры всем удобно будет. Нет, нет, я не про блок, я про тот тротуар, по которому сейчас... Я его внес, я уже смею. Вы его расширите, да? Конечно, да. Мы выдадим на ряд задания подрядчику, выдали уже, чтобы он расширил. Мне не нравится вообще существование этого заездного кармана, в принципе, и того заездного кармана. Причем тот заездной карман, там еще и ограждение, видите, дорожное? То есть там узкий тротуар, и там, там вот если я хочу вот эту толпу объехать на велосипеде, я вот их всех разгоняю, да, и они вот прижимаются. Неправильно, нехорошо, некрасиво, но сейчас подойдем, просто покажем красиво, ну, понятнее. По Нагибино, я вам сразу говорю, от Гагарина, я же говорю, по Нагибино, от Гагарина до Нариманова мы заложили все тротуары, все пандусы, вот это дело убрать. Вот тут есть пандус, видимо, делается. Вот, видите, вообще автобус стоит не там, где должен стоять, вот сразу. То есть автобус останавливается либо возле этого забора, либо возле этого забора. Вот в этот карман он не заезжает никогда, потому что, ну, во-первых, кармашек маленький, во-вторых, в кармане может кто-то стоять, вот. И он, и вот человек-инвалид инвалидной коляски, он должен вот с забора, через забор, что ли, садиться, как? Ну, либо просить водителя дальше. Либо просить водителя туда встать. Вы знаете, у нас есть ГОСТ, вот этот наш любимый, про элементы дорог, там, и это. И там есть пункт 5.1.1.1.1. И он про заездные карманы. И там написано, что заездные карманы делаются на дорогах одна-две полосы в одну сторону. Там не сказано, что на дорогах в три полосы надо делать заездные карманы. И я предлагаю вообще на дорогах, где три полосы, не делать заездные карманы. Вот так как тут, ну, я же говорю, я же не могу за это отвечать. Мы делаем только работы, это делает департамент транспорта. Да, это делает проектировщик. Но когда проектировщик проектирует, он открывает ГОСТ. В ГОСТе написано, для одной и двух полос, для узких дорог делается карман, чтобы автобус не мешал движению машины. А тут выделенная полоса. Машин сзади нет за автобусом. Так. А этот как догадался, что надо въехать? Это вообще чудо какое-то. Это, 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 это вообще, это что-то невероятное случилось. Давайте, я в принципе, я в принципе за. Давайте рассмотрим этот вариант. Вот, то есть, если у нас, если у нас дорога три полосы, тем более, если есть выделенная полоса, этот карман просто не нужен. И маршруток у нас больше нет. Все, у нас остаются автобусы, которые ездят там раз в две минуты, да? И он подъехал, высадил это, и он не маневрирует вот так вот по-дурацки. Я хочу сказать вот об этих карманах, да, вот, где три полосы. Вот если посчитать, их таких много остановок. Нагибино, это ДГТУ, это Турмалиновская, это Ленина с той стороны. Тут раньше ходил трамвай по центральной. Да, я могу. Вот, и эти карманы были по ГОСТу тогда, когда был трамвай. И на стачках, вот есть остановка, там, не помню, Бабушкино, Переходной мост, там, вот эти вот все. Вплоть до Тружеников. Там тоже заездные карманы. И когда были трамвайные пути, там тоже было по ГОСТу. Две полосы и карман, нормально. Сейчас три полосы и карман, карман просто вот-вот он остался. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть ощущение, что это вот остатки тех самых карманов, которые были когда трамвай. Я не готов вам ответить, поэтому я же говорю, давайте рассмотрим. Вот, рассмотрите, из тачки тоже рассмотрите. То есть там у нас улиц таких, ну, вы найдете. И даже на Садовой-Ворошиловском зачем-то карман вырезали непонятно до чего. Я же говорю, давайте мы с вами прям плотно будем сотрудничать. Давайте. Порешаем, там, допустим, мы там берем отдельный день, да, там вместе с вами. Отдельный день, там, допустим, второй, третий, четверг. Ну, грубо говоря, да, чтобы у нас было запонировано походить, да. Двомесячно, чтобы это было на результаты, это было в систематике. Мы с вами берем, мы целый день вот так вот ходим, гуляем, и смотрим, где нам нужно сделать. Ну, целый день для меня это тяжело, но я понимаю. Я имею в виду, вы поняли, о чем я говорю. Да. Вот интересно, как мы с этой остановки из кармана сядем? В кармане по правилам мы будем садиться, а он должен заехать. А вот он не заехал. Ай-яй-яй. Давай, не помогу. Сейчас будем махать, там, я умею. Вон подъедет? Ай-яй. Ага. Да. Вот как здорово, что с нами представитель департамента транспорта. Я вообще... Это очень здорово, что вы придумали его позвать. Но мы же не занимаемся остановками. Он, ну, как бы он заинтересован, конечно. Он не строит остановки, но... Это старый департамент транспортный, а кто там нет? 83-й. А... Не работает. Не работает? Фотографируй. Отправляй номер его. Ну, сейчас. У нас есть это там... Сейчас мы фоткаем и отправляем туда. Вану здесь не открывается. Вон, красавчик, на тротуар заехал колесом. Негде встать. Там парковка есть, но она платная возле волны. Да? Никто туда не хочет становиться. Нужно везде стоять бесплатно. Его будет заезжать, и его полчит нам. Там снимается вот эта, смотри, железка. Да, две ступеньки. А почему он обозначен значком инвалид? Я тебе объясняю. Снимается крышка вот эта. И там выдвигается большой пандус. Он внутри. Он внутри. Там вот такой огромный у нас досюжка будет. И как за него заезжать? Но он крутой, опасный и неудобный. Я понял. И в Маруке очень много. Я тут хоть парель открыл. Я понял, я понял. И здесь целая история. То есть это не низкопольный, это какой-то... Ай, и с ними тяжело. Они рабочие, но наедают тоже. Вот, ботаясь, ездили на таком автобусе. Целая история. Потом его закрыть, его и ногами, и вот так вот там застовывали. Ужас. Кстати, еще один аргумент позже того, что здесь надо убирать эти карманы. Так как здесь ходит шестой, седьмой троллейбус. И он за счет длины своих штанг никак не подъедет к этому тротуару. У нас троллейбус... А троллейбус сюда может заехать? Или нет? Ему не хватит. Он так на пределе сможет сюда затиснуться, но не будет так рисковать. Потому что могут шлипеть троллейбус. Как инвалид стоит и ждет своего автобуса. Ну это вообще... Этот не подошел. У этого пандус не открылся. Это ладно сейчас летом, понимаешь? А когда зимой стоишь, и вот как ружгают ноги, в которых плохое кровообращение. И ради кого я потом заболеваю? Ради кого потом у меня ноги болят? Вот он, 65-30. 65-30 едет, да, вот этот? Ну, он не помещается в этот карман. В этот троллейбус он на площади Лени. Он ударился, а бордюр, ты видишь? А, 9. Ты видишь, он ударил, а бордюр ударился. Он... Он... Мы будем поэтому подниматься. А кто нас поставил на остановку? И как инвалид заедет? Смотрите, вы должны подумать, Голокольша подвалиться ехал. Давайте. Вы, мужик, голова где? Пошли вот что-то в голову. Дарил я бордюр, видишь? Потому что яма, он упал. Ну, это потому что у нас основное сообращение, у нас есть смета на ремонт именно заездных карманов. Ну, именно здесь, да? Да. У нас просто жейко-учреждение собственных, у нас нет никаких утренков на блюде. Так, он тоже к остановке? Смотрите, ну тут мусорка. Там коляска заедет. А вот, а вот, мусорка. Назад, назад, сделайте. Мусорка. Назад чуть-чуть. Откроет. Мусорка, говорю, стоит. Так, он стоит. Вперед. Так, ну на этот мы сядем или нет? Если он откроет, то мы сходим. Если он откроет. Да, да, да. Отлично. А, он сломанный, да? Он сломанный. Если я заеду, он сломается. Да не, не должен. Давайте мы вас придержим на всякий случай. Ага, я упаду. Он, видишь, заржавел и сломался. Я просто рухну. Коляска эта тяжелая. Говорите, чтоб чинили, делали эти... Переваривали. Их просто редко открывают. А должны открывать. И грязи у вас не должно быть под этим фантусом. Говорите, чтоб чинили и делали новые петли. И выгребали грязь оттуда. Хорошо. Хорошо. Я даже раз говорю, но я еще умень, я вспыльчивая. Но это просто нереально. Он видит меня, я его покачу. И он самую самокатывает, да? А что, нам же на нем поехать надо, нет? На нем? Да. Можно подпитать. Не знаю, это мне какие-нибудь руководители, которые экспертная сухла, понимаете? Я бы всем полишала премии. Я бы всем поможила, вот, как он сказал, я вчера. Если бы еще раз такая пикня была. Ну что, вот троллейбус. Там он уже четко. Ну, уже. Здесь он откроется сам? А колечко? Нет. Ну, он тебе должен быть и открыть направо. Да. Ну-ка, Андрей, по машине немножко. А троллейбус? Вот, вот, штанги, 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 штанги. А он может вообще сюда заезжать физически? Это новый, да? Да. Я вам могла поехать ближе. Почему же меня проигнорировать? Я просто не видел. Да вас просто уволят. Вы должны. Нельзя этого. Вы внимательно. А нам что, инвалидам делать? Я бы не халил. Отойдите место для инвалидов. Отойдите место для инвалидов. Возьмите место для инвалидов. Отойдите место для инвалидов. Отойдите место для инвалидов. Водитель должен сразу остановиться возле пассажира. У Игоря, когда я был в группе Ростов-Транспорт, есть функция контроля, можно самостоятельно выбрать нарушение, отправить сразу же нарушение им в группу, они потом переселят в департамент транспорта, прямо во время поездки. Там есть пункт, водитель не подъезжает близко к тротуару при посадке высадки. Сейчас я покажу. Как приложение называется? Там не приложение, там сайт. Сейчас покажу, как найти просто. Ростов-Транспорт контроль. Вот, народный контроль, Ростов-Транспорт. И пожалуйста, с помощью Ростов-Транспорта. Здесь выбираем все, что необходимо. И есть пункт, водитель не подъезжает близко к тротуару при посадке высадки. Пункт очень действенный. Я ездил на учебу каждый день на автовозах 47-45. Они хотели высокопольные, но я каждый раз, когда они не подъезжали к тротуару, выбирал этот пункт и отправлял в департамент транспорта. А сколько за одну поездку ты отправлял? Каждую поездку я отправлял. Я выбирал просто что-то при поездке. Накопилось там какое-то нарушение. А надо фотографировать нарушение? Нет, ничего не надо. Просто данные автобусы со временем места. И что произошло там, включенный кондиционер и вся прочая. Что случилось за все годы, когда я учился в технике. И эти несколько лет ежедневно ездил на автобусах 47-45. Эти кавзы, они очень высокопользные в результате. Каждый. Просто если посмотреть, сравнить. Каждый 47-45 номер всегда подъезжает в риск к тротуару, если это возможно. Я настолько часто отправлял, я один, отправлял штрафы. Не штрафы, а жалобы. Я отправлял департамент, что они уже сами начали, в отличие от других АТП, подъезжать к тротуару. И раньше, если я ТП-5 не налюбливал, то сейчас они одни из первых. В большинстве случаев к тротуару подъезжать вплотную. Вот так вот работает это приложение. Контрольность. Но это эффективно. Да, очень эффективно. У нас есть, во-первых, переход на центральном рынке. Вот, подземный. Как его обходят инвалиды. Во-вторых, там есть подъемники, мы это все знаем, но легче его обойти, мне кажется. Я тебе расскажу. Подъемники не предназначены для электроколяски. Мы тоже делали рейд буквально несколько дней назад. Осматривали пешеходы и электрические подъемники. Они не приспособлены для тяжелой коляски. Я тяжелая... Это подъемник или ступенькоход? Подъемник. Подъемник. На чего это ставит? Это все от москотения. Подмышка. Вы знаете, я с Денисом Лосевым ходил, да, снимал? Он легкий. И коляска у него легкая. Вот. И мы его поднимали на подъемниках, на Ленина и на Ворошиловском. Но он же говорит, что тяжелая и тяжелая не подмога. Ну да. То есть тут дело в коляске, в типе колясок. Вот эти подмышки. А некоторые инвалиды возят с собой отвертку. Ага. Давайте я вас продержу на всякий. Пешеходный переход. Войдемте по пешеходному. Да. Вот, кстати, вот эти лотки, которые мы обсуждали. Мы с вами обсуждали уже. Да. То есть их надо заменять, как мне кажется. Вот, давайте сейчас покажем, как вы пересекаете на электрической коляске. Электрическая она с большими колесиками. Она легче пересекает. Вот так. Вот пандус. Мы требовали сделать этот пандус еще в восемнадцатом году, когда здесь павильон реконструировали. Они забыли сделать пандус. И мы их заставили. Мужчина, ну на пандусе вообще-то не стоят. Ах, почему? И этот тоже. Вот нам два пандуса сделали. Вот здесь плохо. А, кстати, этот переделали. Плохо? Да. И там плохо. Видите? Вот этот вот крутой спорт, да? Очень. Да, вот здесь. Мы там рабочую документацию делаем. И вот в рамках рабочей документации мы что-то там придумаем. И не придумали. То есть здесь нет трамвайных платформ. И тут, и тут. И вообще в городе нет платформ. Я на предыдущих руководителей сотрудников ответственности не несу. Нет. Они, ну я не знаю, может они не могли уже на тот момент делать. Потому что у них был проект. Есть определенные условия. Есть проект, от которого отходить нельзя. Плюс смотрите, видите лотки идут. Ливневки. Хорошие. Или лоток. Потому что тут надо будет что-то придумывать. Нет, смотрите. Ну вот если мы здесь вобьем там опоры какие-то, да? И вот так вот сверху положим. То у нас получится платформа 30 сантиметров. Вы не забывайте, что это делать нельзя. Вы тут обобьете чем? Бордюрным камнем? Тогда у вас вода не попадет в ливневку вся. Она будет вот так по бордюрному камню стекать. Нет, ну я имею ввиду, что мы ливневку не будем закрывать. Зачем? Вы сверху ее не закройте. Ливневка предназначена не для того, чтобы чисто в нее капать. Ливневка предназначена. У вас поперечный уклон идет в сторону ливневки. Чтобы вода скатывалась вся сюда. А сейчас вы сделаете вот тут, как вы предлагаете. Бордюрный камень. И вода все опрется в бордюрный камень и попрет туда. Ну она же там вытечет. Куда? А ливневка тогда зачем? Мы можем бордюрный камень не делать. Мы можем сделать просто опоры. Опоры какие? И положить сверху для пешеходов. Можно как высокопольные установки для электричества сделать стойки. А, стойки это называется. Я не представляю, как будут выглядеть, честно говоря, эти стойки. Вообще не представляю. И на той стороне, смотрите. Я же говорю, нам нужно делать так. А на той стороне вообще элементарно. Подвинули немножко бордюрный камень. Приподняли на 30 сантиметров от уровня тротуара. А там трамвай как? Он не поворачивает, там нет изгиба. Не один раз просто меня перебиваете, не могу быстро закончить. Все время слетать. Не спеши, да. Вы спешите, да. Он подъезжает, у него откидывается пандус, правильно? Нет. А как с трамваем? Смысл трамвайной платформы в том, что инвалид без всяких откидных аппарелей заезжает с уровня платформы сразу в вагон. А, вот так, да? Да. То есть мы что хотим? Мы, во-первых, ускоряем движение транспорта для обычных пассажиров, чтобы они на ступеньку не прыгали. Ну и инвалидам даем возможность не просить водителя вот это вот открыть, закрыть. Потому что я уверен, что тут можно. И тут тоже можно. Я тоже думаю. Потому что сделали стойки, положили. Вы понимаете, думать это одно, а накинуть это все на, перенести на бумажный носитель и оформить в... В проекты, я согласен. Это совсем другое, вы же понимаете. Деревянную. Деревянную. Деревянный носил. Я экспериментами не занимаюсь. О, это кому предложить? Это другой момент уже. Это совсем другая инстанция. То есть мы делаем согласно действующего законодательства или ГОСТов, да, нормативных документов. То есть если бы был какой-то ГОСТ на временные, ну это надо смотреть все, рассматривать. Это конкретно касается этой остановки, этой остановки и остановки Семашко там одной. То есть там прямой участок. При реконструкции не сделали тротуар, сделали, ну в общем, что не сделали? Короче. Но был уже проект и все. Нет, нет, нет. У нас автомобильные власти. Они говорят, о, отлично, сделаем широкую для машин, пускай тут ездят. Тут машины не ездят. Да, но тут машины не ездят. Тут пешеходная зона, а сделали ее по нормативам для машин. Вот если забыть, что тут машины ездят, то можно... Тут не совсем пешеходная зона. Там знак кирпич. Тут как бы нельзя. Но кирпич это не пешеходная зона. Вот. Тут можно... Да, формально. Ну и это касается всех остановок. Я хочу сказать, что это касается всего Сельмаша, 14 линии. Сельмаш, Сельмаш. А где Сельмаш? Сокруткина. Конной армии. Касается... Там есть, да. Мичуринская. Касается вот всего вот этого вот парка. Там вот где... Но там полегче, да. Там полегче. Там посадка стротуара. Здесь я вижу тоже посадку стротуара. Вот эту, по крайней мере. Да, тут нет канавы. Тут только канавы мешает нам. Вот. И... Ну, я имею ввиду вот это вот. Ливневка. Канализация? Да. Вот тут нам мешает ливневая... Ливневая канализация. Там нам... А там нам вообще ничего не мешает. Вот. И на половине остановок нам ничего не мешает. И вы, значит, можете их что? Все обойти? Все обойти, обследовать, где можно сделать платформу? Нет. И составить план, где у нас будут платформы. И это можно на несколько лет вперед расписать с финансированием. И вот то, что губернатор сказал, да. Что вот там, где можно сделать, давайте сделаем. Ну, так и распишите. Вот тут можно, тут можно, тут можно, тут можно. А здесь, допустим, улица Горького, там где вот у нас, никак не обособят трамвай, не могут. Но там невозможно это сделать. Когда обособят трамвай, тогда можно будет. Ну, а как обособить? Это значит перекрыть там движение. Вы же понимаете, там большой поток транспорта идет. Улица Ленина в Перми, посмотрите, как сделано. Но мы же не в Перми живем. Она еще уже, чем Горького и там сделали. Но мы не в Перми. Я согласен. Смотрите, мы говорим о конкретном улице Горького. Как вы обособите там? Хотели, рассматривали. Предлагали же. Рассматривали. Но, видите, не получается. Ну, почему? Если бы была возможность, уже бы сделала. Две тысячи подписей собрали ради этого. Ну, при чем тут две тысячи подписей? Рассматривали, значит, не сделали, потому что нет технической возможности. А там она есть. Мне просто в ответе писали. Улица слишком узкая. А в каком месте? Вот просто покажите мне вот место, где она узкая. Нет такого места. Ну, ладно. Я понял вас. Давайте. Просто отписались. Но если не брать в учет Горького, если не брать в учет, скажем, Станиславского где-то, а брать в учет только те улицы, где посадка происходит с тротуара, или где есть возможность сузить проезжую часть. Ну, хотя бы на данный момент. И мы получим 50 таких остановок. Вот. На данный момент я вижу, значит, нам нужен результат. Результат нам нужен положительный. Правильно? И отрицательный, естественно. Даже никакой нам тоже не подходит. Я бы хотел в качестве результата видеть оценку наших остановок всех, где можно сделать платформу. Я же вам говорил. Дайте, пожалуйста, закончить. Вы, наверное, волнуетесь. Я не знаю, перебиваю. Это не первый раз. Мое мнение такое. Первое, что вот это вот одна из основных. Тут есть определенная техническая возможность. То есть, ну, хотя бы рассмотреть варианты, что можно сделать. И взять вот именно там, где нет транспорта, да, подходит. Самый, вот чтобы маломобильным группам хотя бы первое очередное, что легче всего сделать, хотя бы там, чтобы передвигались. Это вот, как бы сказать, 14-я линия, там, Шовахова, да, проспект, или что там еще вы говорите. 14-я линия, конной армии. Конной армии. Вот это взять и действительно провести обследование. И принять какие-то меры для этого. Вот это самое первое, что первым этапом рванет, грубо говоря, и быстренько можно принять какие-то меры. Остальное уже нужно прям реально детально выходить, просматривать это все дело, принимать техническое определенное решение, может быть, проект какой-то предусматривать определенный, небольшой. А вы знаете, я вам расскажу. У нас в Москве все остановки, где можно было сделать, за последние годы сделали. И у них есть документ, который обыстрелка разработала для Москвы. И в этом документе нарисованы все возможные виды платформ. И этот документ официально утвержден московским правительством. То есть он официально, он не противоречит ГОСТам, нормам и прочим. То есть этот документ можно смело читать, пользоваться им или не пользоваться, уж я не знаю. Ну, в смысле, применять. Но то, что в нем написано, можно смело копировать, потому что для Москвы у них есть внутренний собственный документ с картинками на тысячу страниц. Нормы те же, ГОСТам не противоречит. У них даже есть платформы, вот знаете, приподнятые венские платформы, когда вот мы горького, допустим, приподнимаем. Но это надо изучить. Это правильно. Это вы говорите. Это в том плане, что есть материал для изучения, для внедрения его. Это материал уже для использования. В рамках Москвы он используется. Потому что он утвержден. Он используется в рамках Москвы. Его теперь нужно перевести в рамках Ростова. У каждого своя структура организации дорожного движения. Тоже я имею в виду с платформами, если мы говорим о платформах. Одинаково все. У нас ширина рельс другая. У нас будут по-другому немножко устроенные. Но платформы такие же точно, я думаю. Ширина рельс очень сильно влияет на платформу. Нет, там ширина трамвая такая же. А трамвай такие же. Да, там чисто колесная база у них. Чисто тележка, да. Тележка у нас другая. У нас будут по-другому немножко рельсы и там вот все, что касается рельсов. А то, что касается именно остановок, ну ё-моё, приподнять тротуар на 30 сантиметров, я там не вижу ничего сложного. Давайте посмотрим, что можно здесь делать. Выйдем, обосновим, как-то это все засметим. Вот. Единственное, где я знаю, нехорошо получится, это вот это кольцо. Я просил его приподнять под немножко на кольце. Кольцо оно поворачивает. Когда трамвай поворачивает, там платформы не делаются, а на прямых участках, ну так вот. Даже если они немножко искривлены там под маленьким, тоже можно. Ну надо рассматривать, что действительно возможно сделать и прям браться и делать. Браться и делать. И если там это все можно в план сделать, ну в план там до 5 лет там, ну на 5 лет много. Да, на наш маленький городишко можно и за 2 года. Я думаю, что приняли решение по автобусным остановкам. Вынести на рассмотрение, как вы предлагаете где-то убрать заездные карманы, где-то увеличить эту платформу. Заключение такое, что давайте рассматривать эти варианты, как-то контактировать и принимать совместное решение о возможности и невозможности. О информировании у вас, возможности и невозможности. Ну и также по всем остановкам конкретно. И по трамваям. Ну естественно. И в дальнейшем давайте сотрудничать по пандусам, конкретно что в моей именно прямо юрисдикции, так это как-то назовем. Давайте прямо брать, обкатывать в определенную улицу, осмечивать ее и делать. Просить деньги на Думе, чтобы выделяли и мы делали. Я надеюсь, что наша Дума не будет против выделить дополнительные средства. Потому что раньше таких средств не выделялось, как мне кажется. Там все в рамках ремонта делалось. Сейчас просто запрос есть большой на это дело. И программа «Доступная среда», которая направлена только на ремонт зданий. Вы знаете, что там для зданий пандусы предусмотрены по этой программе, а для улиц нет. А вот чтобы все вместе было, надо улицы делать. Поэтому спасибо, что встретились. Артемий, с вами прощаюсь. Да, до свидания. Спасибо вам. Было приятно. Заивно. Давайте с вами на всякий случай телефоном обменяемся, конечно. Чтобы мы эту совочутность искали. Что мы видели, это все ужас. Ни одна остановка не приспособлена для людей с ограниченными возможностями. И плюс то, что водители, они не обращают никакого внимания на инвалидов. На последней остановке я ему делала сигнал, махала рукой, что он подъехал, но меня просто не увидели. Хотя автобус был приспособлен для инвалидов с остальным пандусом. Далее водитель не знал, как его просто открыть. То есть водители не проинформированы. Водители не ознакомлены. Мы недавно проводили рейд и предоставляли в транспортную компанию информацию, что видя инвалиды на остановке, водитель должен подъехать, подойти, открыть пандус, помочь заехать, придержать коляску, закрыть пандус и спросить, до какой остановки он ехать, чтобы далее помочь выйти. Но ни один водитель на сегодняшний день этого не делает. То есть они вас не спрашивают, где вы выходите? Нет, никогда не спрашивают и в частности не выходят открывать. Открывают пандусы просто какие-то посторонние люди, которые кидаются на помощь. А как вы оцениваете состояние пандуса? Вы видели сегодня и не захотели ехать, потому что он поломанный. Да, половина пандуса. А он говорит, ну заезжайте, ничего страшного. Да, я придержу вашу коляску 150 кг. То есть если он там отломится, то вы там как бы извините. Да, а то, что я ударю колеса коляску и не дай бог перевернусь, ну понятно, что об этом водитель так сказать не думает. А что вы скажете по поводу ДИСОТИ и администрации представителями департамента транспорта в этом рейде? Да, по поводу ребят. Ребята молодые, вроде глаза горят и я надеюсь, что они поспособствуют, чтобы что-то стало лучше в нашем городе для людей с ограниченными возможностями.